лайк подписка бубенцы пиши под этим видео столько комментариев сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале всем огромнейший привет уважаемые друзья зрители и подписчики моего канала меня зовут евгений ну или matrix если кому-то так удобнее ребятки продолжаем проходить что-то во льдах неплохо атмосферно классно мне нравится новый уровень графики можно так сказать и если вы не видели предыдущую серию обязательно посмотрите она есть на канале представляете ну а нам предстоит спуститься в этот ужасный страшный жуткий леденящий кровь подвал что же за тайны он хранит сейчас мы с вами узнаем но на месте нашего протагониста я бы обязательно взял противогаз тоже они не просто так здесь сука навалены понятно что они уже свой срок службы как бы отслужили но тем не менее е что такое блять я воду полез фу нахуй откуда здесь столько воды узел водоснабжения откуда здесь красный свет а можно стоп титры там что-то говорили но я не понял нихера потому что говорили на английском почему в отече того что подожди ну еще один мужской голос который сейчас кричал явно принадлежал виктору а блять чуть такое кусок говна заржавевший откройся блять ну давай а блять сука пираньи за хуй укусили нажмите левый контур чтоб присесть спасибо блять да не надо приседать выбираться оттуда надо там он кто-то хер грызет блять за херня похоже что воду водой укусила меня потом не просто покусила нормально так пожевала помусолила блять у меня нет ног у меня нет ног блять эти нарост они повсюду собаке снова гавкать нужно проверить все ли у них хорошо да у них все хуёво а он и говорит мне пейн и я не чувствую ног а я говорю мы были это потому что у них нет блять видали вот здесь какая-то херня сидела какая-то рожа была пёсики пёсик отпусти пёсика не 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 оставь их не трогай блять не пёсик отпусти собаченьку бобики мои бобики господи том-то ужасный человек то убил собак блять что-то утащила собак в вентиляцию не ходят и наблюдательные ну давай попытаемся связаться станция звезда вызывает заря я не знаю слышите меня или нет у нас у чп двое ребят из моей команды пропали я не могу найти их а еще здесь какая-то чертовщина похоже что-то убило наших собак здесь повсюду какая-то странная органическая субстанция звезда пожалуйста ответьте я не знаю что мне делать звезда пожалуйста прошу вас ответьте нет ответа от звезды нужно выбираться эта штука уже повсюду пиздец так ладно пошли не успел прочитать но я так понял что надо валить отсюда нахер а если валить то это явно ни херось он все запечатал уже вот здесь чистенько так нам сюда будет прикол если это конец мне нужно убрать этот снег я не смогу сделать это голыми руками по моему там где-то была лопата где-то рядом с лабораторией Майи да сейчас будет прикол если мы отсюда выберемся это будет конец это будет самая короткая серия на 10 минут тогда мне придется предыдущую серию слепить с этой чтобы сделать одну большую серию о лопата лопата ёб твою мать нужно убрать снег и валить отсюда ха бля шауэл нужно торопиться кажется я слышу собак они живы как знать как знать если это можно назвать жизнью давай же давай there's something in there ice чёрт тут холодно булья не думает затекать нужно попытаться связаться со станцией заря по радио но когда мы уезжали с базы мы закрыли все двери кроме комнаты отдыха на первом этаже ключи должны быть там дождь я откуда выбрался вот отсюда а ну да вот одна лопата так ну явно нам нужно идти на огни это я прям вангую комната отдыха на первом этаже снегоходы есть откуда здесь сигнальные огни бля двери в бункер они открыты похоже что ребята и правда выбрались подожди а ты откуда выбрался тогда булья не стихает блядь мясо мясо наружу ничего здесь все в кровище тебе это ни о чем не говорит мой друг мне нужно найти на базе включать и радиорубки затем связаться со станцией звезда так значит здесь надо если а а я понял все окей окей так бы и сказали о подожди здесь второй этаж так я не наебешь пугай на ландыш не похож пойдем на второй этаж сходим ага наебали получается получается что я был слишком самоуверен эта дверь закрыта с другой стороны есть еще дверь пойдем поищем тут еще есть подъемы и еще есть подъемы нет я понимаю что надо на первый этаж просто здесь может быть есть какая-нибудь пасхалочка или что-то в этом роде вдруг мы сейчас найдем что-то такое бонус какой-то инди-разработчики любят подобные ходы о бля а че здесь все так запутано то подожди посмотрим что здесь наверху какая здоровенная антенна ни хрена себе спутниковая нормально нормально ооо дико извиняюсь то что покашливый простывший а если я уебусь десант по хую десанту по хую прикинь прикинь открыли так о видишь ключи блять закрой вот они вот это жопа кстати говоря хе-хе-хе-хе кто-нибудь Виктор куда вы подевались я проснулся а вас в бункере нет там происходит какая-то чертовщина что-то утащило наших собак в вентиляцию их больше нет Томас это ты господи как же я рад тебя слышать слушай мне нужна помощь что случилось где ты я в ангаре пошел за топливом снегохода и меня тут прижало кажется у меня идет кровь ладно не двигайся я скоро буду хорошо я жду пожалуйста поторопись витя ангар в той стороне окей в той значит той Витя кажется кто стучит в дверь я там был это тот кусок льда который мы привезли с собой на базу где не знаю чё стучит в дверь кто-то В дверь стучит тот кусок льда, что ли? Такой словечный жёлтый свет. Кто здесь? Майя, Виктор, пожалуйста, выпусти меня. Открывай, что тебя нашло. Майя, что случилось? Томас, это ты? Да, это я почему-то заперта. Это Виктор. Он начал сразу себя вести, попытался на меня напасть. Я закричала в надежде, что разбужу тебя. Он заблокировал мне путь к тебе, и я выбежала из другого выхода. Что ты имеешь в виду? Он напал на тебя. Да, он гонялся за мной по всему бункеру. Я смогла выбежать наружу, но он погнался за мной сюда. Около здания базы он поймал меня и запер здесь в лаборатории. В надежде трахнуть? Какого чёрта? За что? Почему? Я не знаю. Пожалуйста, выпусти меня отсюда. Остальные двери тоже закрыты. Как мне помочь тебе выбраться? Да, он закрылся дверью в лабораторию. Я не знаю, может где-нибудь в комнате отдыха есть запасные ключи? Возможно, я пойду поищу. С тобой всё в порядке? Да, со мной всё хорошо. Только ты поторопись, он может вернуться в любой момент. Ладно, не бойся, я скоро вернусь. А, в комнате отдыха, говоришь? Пойдём. Что за хрень здесь происходит? Моя вроде бы в безопасности. Нужно помочь Виктору, ключ от лаборатории должны быть у него. Заодно спрошу его насчёт этой ситуации. Да хрен его знает. Может быть, не стоит. Может быть, стоит всё-таки... ...покакать? ...пока есть такой шанс. Ну, здесь нет никаких ключей от лаборатории запасных. А, подожди, я же их взял, типа, получается. А, значит, нам сюжета надо всё равно до Вити дойти. И Витя! Долго тебя ещё ждать, Томас! Кажется, мне становится хуже! Блин, ну ему-то реально хреново. Я уже иду. Слушай, я тут встретил Майю, запертую в лаборатории. И мне очень интересно, что у вас двоих произошло. Она сказала, что гнался за ней, а потом запер в лаборатории. Кого хрена? Не верь ей! Это было не так! Это она напала на меня и пыталась только расцарапать, только укусить. Я еле убежал от неё. Выбежал на мороз, чтобы спастись. Я заманил её в лабораторию заперто. Хотел заправить с ней дохода, а потом разбудить тебя. Но он застрял здесь. Я хотел заправить с ней дохода, а потом разбудить тебя. Ладно, жди, я скоро буду, и мы со всем разберёмся. Ну, похоже. Надеюсь, с этим всё хорошо. Похоже, что... Да, вот он свет. Да что такое, прям совсем простыл. Едите, твою мать! Витя! Бля, Виктор, нахрена сколько крови? Чё случилось-то? Умеешь ты успокоить? Я не знаю, я просто пошёл за топливом до снегохода, хотел достать канистру сверху, а ящики повалились на меня и придавили мне ноги. Пейн, я не чувствую ног. Я не знаю, они никогда не говорили нам, что здесь хранят. Ладно, а что случилось у вас с Майей? Ты, блядь, и правда хочешь поговорить об этом сейчас? Я истекаю кровью, мужик, помоги мне, пожалуйста. Мне кажется, он нормальный. Ладно. Как мне всё это сделать? Этот ящик выглядит чертовски тяжёлым. Кажется, я видел где-то здесь лом, такую длинную металлическую штуку, принеси её. И, может быть, ты сможешь приподнять ящик, я попытаюсь выбраться. Хорошо, я поищу. Быстрее, я уже не чувствую ног. Пейн! Да-да, держись, я скоро буду. Я не чувствую ног. Так. Ну, получается, что... Какого хуя? Получается, что Майя у нас заражена. И она интрудер. Крики. Виктор. Ебосибе. А ну где-то здесь. А ну где-то здесь. Я хожу по кишкам Виктора. Нет, блядь, Виктор. Витя. Нужно найти ключи, выпустить Майю и браться отсюда. Ага. Боже, прости, Виктор, тебе эти ключи больше не понадобятся. Ну, пойдём, получается. У меня лом есть до сих пор. А, здесь я не могу пройти. Лом у меня до сих пор есть. Я в случае чего могу переебать им. Ага, есть обход. Блядь, звуки охрененные! Что это такое? Валять. О, сука. Вы вообще ебанули, что ли? Нельзя, чтобы людей пугать. Вы чё? Страшно же. Нужно быстрее освободить Майю. Затем связаться со станцией Звезда и позвать помощь. Я бы её не освобождал, на самом деле. У Майи очень ярко горит свет. Она может привлечь внимание этой штукой. Этой штуке. Они наоборот свет не любят. Ты чё тут пишешь-то? Майя, пожалуйста, выруби свет. Ебор. Ебор, он со мной бежит. Блядь, я думал, что сюжет была хуйня какая-то. Так, бежим в алгар. Бежим в алгар, бежим в алгар. Там мы его сможем закружить. Значит, оно сможет пройти сюда? Хуй-то там, да? Хуй-то там, да? Оно не проходит через двери и ворота. А также не пользуется лестницами. Вон стоит. Привет, говно. Привет, говно. Говно ебать? Говно ебать будешь? Эй, говно ебать. Будешь ебать в говно? Я побежал к говно ебать? А, сколько сагрелся, сагрелся, сагрелся. Говно ебский, говно еб. У него слишком много ног у него догонит. Что это за хрень? О, я так и думал, что он сюда. Оно не сможет подняться. А, 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 блядь, сможет, что ли? Что это за херня? А ее нету больше. Пускай. Майя открыла дверь. Она точно не человек. Майя, ты здесь? Блядь, Том, а ничего, что это каннабис? Предположительно. Я просто предполагаю. Я не утверждаю, но, по-моему, это похоже на японский клен. Или на... Ну, вы поняли, да? Это вторая игра, где... Ети, твою мать, какая оранжерея. Базилик. И шиши, нормальный ход вообще. Вот это они здесь... Томас. Томсик. Блин, эта штука здесь. Какого хуя меня здесь подкидывает? В радиорубном втором этаже. Ты смотри, эта мразь оккупировала мои шишки. А что, дверь-то закрыл? Ой, его и нету. Ага, у вас, между прочим, потолок прошибло, если что. Не получается залезть. Так, ну, собственно говоря... Это же теперь сейчас все бесхозное. Может быть, возьмем пару растений. Чтоб не было скучно. Ладно, идем на второй этаж. Камера отвалилась. Не знаю, камера отваливается постоянно. Сейчас два раза попробую, два раза отвалилась. В общем, продолжаем, буду поглядывать. Если камера будет отваливаться, да и хрен бы с ней. Похоже, требует перезагрузку компа. Может, перегрелось, может, еще что-нибудь. Не знаю. Буду посматривать, в общем. А если что, пишите, что камера отпала. Потому что, нифига себе, у меня камера хрен знает, сколько назад отпала. А я даже не посмотрел. И вы ничего не говорите. Откуда я буду знать, что у меня камера отпала, если вы мне ничего не говорите? Так, ладно, наверх. Так, радиорыбка. Радиорыбка на втором этаже. Здесь получается. А вот и радиорубка. На крыше этого здания есть большая антенна. Так что тут должна быть... Да, что ты будешь делать с этой ебаной камерой-то, блядь? Короче, ребят, ХЗ. ХЗ, если что, то... То просто отключу камеру, потому что она заебала. Она что-то, блядь, ебет мозги. И я ничего не могу с этим поделать. Вот. Не самое страшное, что может произойти. Тем более, что игру нам надо пройти нужной. Я так понимаю, что осталось не так уж и как бы до хрена. Ты подожди, я и так в радиорубке на втором этаже? Нет. Это же радиорубка. Кажется, и спальня доносит какие-то звуки. Нужно проверить. Ну, я как бы туда и пошел. Отсюда ты имеешь в виду? Я уже боюсь. А, блядь! Сука, как она резко выскочила. Стоит, падла! Слушай, ну это одни к добру. Одни к добру же. Майя, я думал, сожрал тебя. Как ты? Мне удалось выбраться, когда он вломился через крышу. Что это за существо? Понятия не имею, но в бункере я видел кое-что странное. Сначала я увидел нечто похожее на червя. Затем я заметил, что в той комнате, из которой он выбежал, появились какие-то наросты. Кажется, органические. Да? Да. Затем я увидел, что эти наросты были уже в других комнатах тоже, а потом собаки. А что с собаками? А что с собаками? Они... они мертвы. Что-то затащило их вентиляцию. Что это такое? Что на самом деле здесь происходит? Когда вы с Виктором уснули? У-у-у. Я не смогла из-за храпа Виктора. Поэтому я решила провести еще пару тестов. Мне не давало покоя, что эти микроорганизмы настолько активны даже после стольких лет. Я снова начала за ними наблюдать. Затем я решила налить себе чашку чая. А когда вернулась, я увидела разбитые пробирки на полу. Похоже, ну что... Я случайно задела их, и они упали на пол, когда я вставала из-за стола. Боже моя! Да ты олень! Ну что, я же не специально. Всякое бывает. Я подумала, что все равно у нас есть еще целый кусок льда с этими образцами. Так что я просто взяла тряпку и помыла пол. Затем я тесла ведро с грязной водой и тряпкой в туалет и оставила там. После этого я пошла и прилегла на диване в комнате отдыха. Что случилось? Почему Виктор напал на тебя и гнался за тобой? Когда я проснулась и пошла в туалет, там был Виктор. Он просто стоял и смотрел в зеркало, будто бы какой-то зомби. Рядом с ним лежало перевернутое ведро. И кажется, на той тряпке, которую я мыла, пол была какая-то слизь. Какого хуя? Я так и спросила у Виктора, но он не ответил. Я подошла ближе и увидела его пустой взгляд. Он повернулся ко мне, но смотрел, будто бы сквозь меня, понимаешь? И что потом? Он схватил меня за руку. Я начала кричать и вырываться. Я попыталась убежать от него в твою сторону, но он перекрыл мне путь к тебе. Затем я вспомнила, что в этой части бункера тоже есть выход. Мне было так страшно, я просто убежала. Прости меня, Томас. Нет, да все нормально. Нет, не нормально. Виктор гнался за мной, догнал около базы и запер в лаборатории. Было ощущение, что им кто-то управляет. Как будто кто-то или что-то говорил ему, что делать. Блядь. Это точно. Потом он ушел, как будто услышал взов. Он пошел в сторону ангара. И через 15 минут пришел ты. Нам нужно найти его. Вместе мы сможем связать его, а потом позовем помощь. А-а-а, не получится. А у меня для тебя есть новости. В каком смысле не получится? Виська мертв. Что? Как? Какого черта? Эта штука убила его, я пытался помочь, но не смог. Во что мы, блядь, с тобой ввязались, Томас? Я не знаю, Майя. И если честно, даже не хочу знать. Все, чего я хочу, это вытащить нас отсюда. Значит, давай убираться отсюда. Какие планы? Нам нужно попытаться связаться со станцией Звезода. Антенны здесь намного мощнее, так что мы легко пробьемся через бурю. Ладно, звучит как хороший план. Да. Мы свяжемся с ними и попросим вытащить нас из этого ада. А насчет этого существа? Вдвоем мы точно не справимся. Давай не будем строить из себя героев и просто позовем на помощь. А потом расскажем всем, что здесь произошло. И пусть они сами решают, что делать. Ну ладно, звучит логично. Тут нет электричества, но мы можем запитать радио от аккумуляторов. Так что я схожу в ангар и принесу их сюда. А ты оставайся здесь. Так будет безопаснее. И Майя, если со мной что-нибудь случится... Эй, ничего с тобой не случится, хорошо? Ладно, будь здесь. Закрой все двери. И ради всего святого не включай свет. Похоже, что свет для него, как красная тряпка для быка. Ладно, я скоро вернусь. Так. Так получается, он ломится на свет фонаря. Если я погашу фонарь, то я стану невидимым для этого ублюдка. Я правильно понимаю? Надеюсь, что да. Да, блядь, хоть пройдешь через иссадные снегоходы. Давайте. Ужимай, осторожно, это что будет рядом. Согласен. Главное, не светить на него фонарем. И все будет хорошо. В ангаре он нам уже на страшен. Твою матерь богов. Не хсу я себе. Ну тут я без фонаря ничего не смогу сделать. Ибо здесь темно и страшно. Прикинь. Кукусики. Он уросло. Дерьмище всякого. О, колумуляторы. Заебись. А вот и они. Ебать, с аккумулятором далеко не убежишь. Нужно отнесить аккумуляторы в радиорубку и подключить к ним радио. И тогда наверняка, вдруг запляв штаблака, Витя, вот она его голова. И кузенечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Оп. Ну а дружба начинается с улыбки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сука, страшно. Че пиздец. Если в первой части... Мне показалось, или собака гавкала? Если в первой части игры нам особо сильно ничего не угрожало, то здесь за нами гоняется не иллюзорная бяка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Серьезно? А как я должен его наебать-то тогда? А-а-а-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля практика на фонаре ему абсолютно по фигу реагирует он явно не на него интересно сколько сможет выдержать ударов мой персонаж побежали до свидания до свидания о какой бархатный макосин у меня тяги просто такие как на лыжах не ори говно меня пизданул по строке беги говнюк беги говно будет еще один блин а нет не будет он пропал в жопу меня укусил представляешь что и пропал другой вопрос нахера я сюда залез здесь же не тот этаж вот здесь тот этаж или у снеги моя я нашел аккумуляторы нужно подключить радио связаться с ребятами моя моя черт побери да блять возьми ты ее томас в лаборатории на третьем этаже еще остались образцы мы должны взять их с собой чтобы как следует изучить подходящих условиях я знаю ты сейчас залишься но какими бы мы были учеными если бы не взяли их с собой чтобы узнать то что это такое мы должны изучить их ты пока свяжись с ребятами со станции звезда и позови помощи я скоро буду какими нахуй учеными господи блять мая тупица нам нужно избавиться от этого дерьма но не брать его с собой вот именно ты блять разбил пробирки помыла пол сука и господи какие вы нахуй блять ученые уебки вы плюша вы е за искрило станция заря ответьте звезда как слышно заря томас это ты какого черта у вас там происходит моя сказала что ты виктор мертвы а сейчас я слышу твой голос четко я с такого хрена что почему она так сказала когда около часа назад с нами связалась моя плакала она сказала что виктор сошел с ума и напал на вас она сказала что он тебя убил через пятнадцать минут мы слышим одностороннюю передачу как ты рассказываешь что случилось про собаке эти наросты запланировший бункер мы пытались ответить но ты нас не слышал после этого мы попытались связаться с ней но она не отвечала я вообще запутался блять звезда здесь происходит нечто был полный пиздец в тех образцах льда было нечто моя сказала что это какой-то древний микроорганизм я не знаю как но он очень быстро эволюционировал теперь это никакой не микроорганизма здоровенный монстр бегающий по нашей базе и он сожрал виктора почему она сказала что мы мертвы она же не видела что он меня убил не она рассказывал другую историю получается она все-таки она хочет я понял эта хрень управляет ей чтобы вывести образцы ты зашел с ума томас серьезно вы там шутки шутить думали блять это не шутки она растерзала виктора на части утащила собак в гребаную вентиляцию весь бункер запланили какие-то органические наросты и я не знаю что это за хуйня вытащить нас отсюда пожалуйста я повторяю это не шутка все будет хорошо томас успокойся ты сказал нас что ты сказал нас а ты сказал нас надо было в кавычке взять хуй там плавал я успокоюсь да тут я и майя она ждет меня лаборатории наверху так майя жива да здесь я майя этот ужасный монстр окей успокойся томас оставайся в безопасности мы уже собираемся будем у вас в течение получаса смысле блять в течение получаса на вертолете лететь сюда не больше десяти минут я знаю что ты на взводе но ты видел погоду вертушку сейчас сдует на взлете точно ебучий шторм ебучие пауэрсаки извините тут столько всего происходит что этот шторм не выглядит проблемой я понимаю томас слушай мы скоро будем самое главное оставайтесь в безопасном месте как понял я понял звезда ждем вас пожалуйста поторопитесь я не знаю сколько еще мы сможем прятаться этой штуки прием кипучие пауэрсаки он сказал что майя связалась с ним и сказала что виктор убил меня но ведь это неправда почему она им слегала да потому что она заражена нужно пойдет наверх и проверить все ли в порядке с моей ребята скоро будут здесь а сейчас еще спрошу почему он сказал что виктор убил меня сейчас он увидит как из мая вылазит чужой так а как я тоже серьезно мне надо будет вопрос пройти у или у при у edit он и поля о об что за дичь та рас х быстро и быстро-быстро-быстро-быстро-быстро это не выглядит опасно все хорошо наверное и пучки а вот это уже выглядит опасным шишечки мои шишечки моя кровяка ну все пизда а вон ее ноги моя сука 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 как вы ходите по первой сюда одна нахрен тебе сдались тебя простые сказал тебе ждать мне мая так все берем пару горшков с растениями и валим отсюда нахуй нихуя я не собираюсь ждать здесь своей смерти нужно выбираться самостоятельно так давай сделаем это уже проверить в топлива снегохода найти ключи от них возможно они были у виктора он погиб а ты не взял ключи серьезно собаки они живы пустой бак пусто ничего а где же мне взять топлива тогда учились мгизофона лают что-ли как будто бы отсюда нужно ли мне это знать старый домик раньше мы тут жили пока не они оборудовали комнату отдыха в главном здании сейчас в этом доме ничего нет что что типа отсюда я выбрался же из этого бункера так наверху чуть горит как будто бы иду на май да чё за еб твою мать я не понимаю ну топлива в снегоходах я проверил что происходит-то я понять не могу то ли заключил учет то ли чё ну тут пусто тут пусто тут пусто тут пусто что дальше делать вы не могли бы мне подсказать что делать дальше может быть надо идти сразу к виктору туда пойдемте сразу к виктору хулик здесь хожу а ну топлива в ангаре блять так бы сразу и сказал найти ключ от снегохода должен быть виктор взял их с собой все отъебись от меня страшная хуйня я все сильнее сильнее слушать собак получается не крестими на ушко и так только страшно блять о вижу так во первых ключи боже мой бедный виктор все есть пошли отсюда на хуй сейчас заправляем валим чертовой мать какой-то червенами она и на набрыгнула смерта червь из фрэнбол как будто стопку блять налил чё так собаки сильно лают да давай уже съебывай в закат давай сбрызнул сбрызнул в тень ну у вас нет такого ощущения как будто бы нас отпускают потому что видимо мы заражены да поэтому и мая уже стала не нужна а вот это ну 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 Что-то война какая-то на фоне. Так, значит, вы говорите, что что-то укусило или поцарапало вас под водой? В подвале, верно? Да-да-да-да-да. Да похер на это, вы вообще слушаете? Эта чертова штука убила Майю, Виктора и всех собак. Нам нужно сжечь там все к хренам, чтобы этот монстр оттуда не выбрался. Вы же понимаете, что нам нужно расспросить вас об этом. Что там произошло, верно? Это наша работа. Да-да-да, простите, просто там произошло столько всего, и, кстати, спасибо, что вытащили меня оттуда. Нет проблем, мистер Макриди. Ладно, продолжим позже. Макриди, если я не ошибаюсь, это... Имя чувачка, который был в оригинальных... В оригинальном нечто. Да, по-моему, Макриди. Хорошо. А, так подожди, так он и был, по-моему, Томас Макриди? Чего я мозги ебу? Я думаю, что... Том просто... Сделал себя главным героем. А это не так. Да, моя голова. Ребята, что вы смотрите у голоса с громкоговорителем? Как вы себя чувствуете, Томас? Да хуёво. Нормально, только вот голова немного побаливает. Кто вы? Где я, чёрт возьми? Не волнуйтесь, всё хорошо. Вам лучше немного отдохнуть. Бля! А, бля, какого хрена? Какого хренушки? Больно? Что-то лезет из меня. Что-то лезет изнутри. Я чувствую это. Выпустите меня. Выпустите меня! Не выходит. Пойдёмте на свет. Отдохнуть в смысле надо ложиться обратно? А, бля, что такое? И? Нихоя непонятно. Томас, не думай об этом. Просто ложись на кровать, немного отдохни. Скоро всё закончится. А, бля, 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 бля. Что такое? Бля, ну, ожидаемую хаппи-энда не будет. И он у меня слышишь? А вы, бля, не видите, что нет? такие операторские сцены постановочные прикиньте неплохо ну давай давай грёбаный скример покажись черви черви вылезла такие дела ребятшки копиенда не будет хороший или плохой но это конец спасибо за игру спасибо тебе томсик огромное спасибо за ключик было приятно поиграться неплохо очень неплохо видно что уже режиссерская составляющая какая-то есть сценарий поставлен правда такие такие конечно сюжетные повороты блять в стиле прям таких конкретно знаешь не сказать тупых клишированных этих хоррор проебов это тоже многого стоит можно сказать тогда вот такие вот дела ребятки что ж ссылочка на игру будет в описании вы же не забудьте поставить лайк оськ оставлять комментарии заходите в группу ссылочка внизу в описании под видео там же ссылочка наш телеграм чик ну а на сегодня все я с вами прощаюсь с вами был евгений или матрикс всем пока пока еще увидимся а Редактор субтитров А.Семкин